Решение, которое изменит Америку. Американский Конгресс сделал ключевой шаг для отмены Обама-Кеа, системы здравоохранения, которую предшественник Трампа считал делом своей жизни. Что теперь изменится для американцев? Дмитрий Анопченко подробнее. Позор, как не стыдно, скандируют демонстранты, собравшиеся у боковых дверей Капитолия. Откуда выходят заседания члены Палаты представителей, это они только что отдали голоса за решение, которое повлияет на жизнь очень многих. Отмена Обама-Кеа изменит всю систему здравоохранения в Америке. За 217 человек. Всего на один голос больше минимального числа, без которого законопроект в очередной раз не прошел бы. Дональд Трамп в окружении соратников не скрывает радости и уверяет, проведет реформу здравоохранения теперь и через Сенат. Сейчас абсолютно очевидно, проект провалился. Он мертв. Если бы мы не платили огромные суммы страховым компаниям, он закончился бы мгновенно. Позитивные стороны Обама-Кеа видны на примере этой клиники в глубинке, в городке Блэксвилль, где до ближайшего госпиталя сотни километров. Обама в 2010-м загорелся идеей, мол, у каждого без исключения американца должна быть страховка. Всех жителей США обязали ее купить за отсутствие штраф, за бедных полностью платит бюджет. И сюда мгновенно потянулись пациенты. Если теперь нам не увеличат финансирование, к примеру, штат не начнет компенсировать стоимость медпомощи за тех, у кого нет страховок, то мы просто не сможем продолжать им помогать. Газета «Политику» раздобыла расчеты Белого дома и выяснила, что после отмены Обама-Кеа в ближайшие 10 лет 26 миллионов американцев потеряют страховки. Но у плана Обамы были недостатки. Бедные выиграли, но для тех, кто платил сам, цены выросли в три раза. А бюджетные расходы стали такими, что даже Соединенным Штатам сложно было потянуть. Надеюсь, сейчас все изменится, потому что хуже уже быть не могло. В итоге страна, как и во время выборов, опять разделена одним реформой Трампа ни к чему, для других это возможность наконец-то перестать платить за кого-то кроме себя. А значит, митинги на улицах утихнут еще не скоро. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала Интер. Продолжение следует...